Дмитрий Данилов. Пустые поезда. 2022 года. Памяти моей мамы Галины Ивановны Власовой. 20 марта 1942-го. 29 января 2022 года. Балагоя. Осташков. Балагоя. Встал в 4.30 утра. Вызвал такси, доехал до Ленинградского вокзала, сел в поезд Сапсан, поехали. За окном темно, но поскольку по этой дороге приходилось ездить миллион, ну или несколько миллионов раз, темнота не мешает понимать, что проносится мимо поезда Сапсан. Наверное, корректнее было бы сказать, мимо чего проносится поезд Сапсан. Но, с другой стороны, всё в мире относительно. Всё проносится мимо всего. Поэтому можно сказать и так, и этак. Сначала мимо долго проносится Москва. Потом проносится Химки с невидимым в темноте стадионом Арена Химки. Потом проносится сияющий огнями Зеленоград. Потом проносится огромное скопление дремлющих рядом со станцией Алабушево поездов «Ласточка». Потом проносится Солнечногорск и Клин. Потом проносится Московское море. Потом сначала некоторое время проносится. Потом на минуту перестаёт проноситься стоянка одна минута. А потом снова проносится Тверь. Потом проносится Волга. Потом проносится Тверца. Потом проносится ещё некоторое количество станций и населённых пунктов. И вот уже была Гоя. Сначала проносится, а потом перестаёт проноситься и стоит неподвижно. Вышел на боковую. Правую по ходу движения в сторону Петербурга платформу. На одном из ближних путей, среди снега и зимы, стоит паровоз и испускает пар. Прошёл по подземному переходу, поднялся на поверхность. Вот он. Паровоз серии «Л» середины прошлого века. Чёрный, с красными колёсами. Он стоит и испускает пар среди снега и зимы. К паровозу прицеплены два новеньких зелёных пассажирских вагона. Этот поезд ежедневно следует по маршруту Балагоя, Осташков и обратно. Шесть дней в неделю локомотивом поезда служит обычный современный тепловоз. А по субботам эти два вагона прицепляют к паровозу, и получается так называемый «ретропоезд». Паровозы на российских железных дорогах были окончательно вытеснены тепловозами и электровозами ещё в 70-е годы. У парового двигателя КПД гораздо ниже, чем у электрического, или двигателя внутреннего сгорания. Поэтому паровозы невыгодны. Тем не менее, они есть. Их довольно много осталось с тех давних времён. Некоторые из них в работоспособном, ремонтопригодном состоянии. И вот РЖД устроили «ретропоезд», чтобы люди могли развлечься путём езды в поезде, который тащит паровоз. Поезд пользуется большой популярностью. Это оказалось хорошей маркетинговой идеей. Он уже года три ходит, и все эти три года хотелось на нём проехать, но всё никак-никак, и вот вдруг получилось. Осуществляются мечты. Или, можно ещё сказать, сбываются. Мечты становятся реальностью. Не надо бояться мечтать. Надо разрешить себе мечтать. Надо. Надо мечтать, и тогда однажды приедешь на Сапсане в Балагое. Сядешь в поезд из двух вагонов и поедешь в Асташков. Перед тем, как поехать в Асташков, надо осмотреть паровоза вблизи. Постоял, походил рядом с паровозом. Паровоз стоит и дышит. Вздыхает, пыхтит, постановает. Хочется сказать, что паровоз «живой». А почему бы и не сказать? Назвать этот объект неживым просто язык не поворачивается. Тем более, что граница между «живым» и «неживым» довольно условна и проницаема. Сел во второй вагон. Проводница сказала, что там меньше народу, чем в первом. Да. Ретро-поезд обслуживают симпатичные, улыбчивые проводницы в нарядной ретро-форме. Билеты туда и обратно были заранее куплены в интернете и распечатаны на принтере. Выглядит довольно странно. На листе А4 узенький пригородный билет. Точно такой же, как выдают в пригородных кассах и билетных автоматах. Вагоны совсем новые. Их специально сделали на Тверском вагоностроительном заводе для этого ретро-поезда. Но внутри они оборудованы в олдскульном стиле, как старые советские сидячие вагоны. Их еще называли межобластные. По два сидения самолетного типа по сторонам от прохода. Зато совершенно новый вакуумный туалет. Вагоны украшены разными новогодними фигнями. Ёлочными ветками, изображениями так называемых Деда Мороза и Снегурочки, ёлочных шариков. Потому что как бы, что ли, в некотором смысле еще продолжается Новый год. Удалось найти два свободных кресла у окна. Правда, против хода движения, но это ничего. Ничего. Сел у окна, поставил рядом рюкзак. Удалось проехать до самого Осташкова, не убирая рюкзак с соседнего кресла. До отправления поезда еще 10 минут. Звонок в больницу. Ковидный госпиталь. С целью узнать о состоянии здоровья мамы. Сотрудница колл-центра говорит, что данные о состоянии здоровья пациентов еще не поступили. Это плохо. Дальше до Осташкова нормальной связи, говорят, не будет. Паровоз издает специфический крик, заставляющий вспомнить произведение выдающегося русского писателя Андрея Платонова. И поезд начинает движение по направлению к Осташкову. Паровоз тянет поезд не плавно, а небольшими рывками. Наверное, кто-то из пассажиров испытывает дискомфорт, но вообще-то это даже как-то странно приятно. За окном светает, и выясняется, что окно грязное. Фотографировать через окно не получится. Сначала возникло некое консюмеристское возмущение, типа, не могли что ли помыть вагончики? Потом возникло понимание, что паровоз исторгает из себя не только пар, но и копоть, продукты сгорания угля. И эта копоть по ходу движения летит вдоль поезда и оседает на окнах. И, в общем, не намоешься. Поезд сначала некоторое время движется вдоль основных путей направления Москва-Петербург, в сторону Москвы. Потом постепенно отклоняется в сторону юго-запада. И начинается Балагоя-Полоцкая железная дорога. Эту железную дорогу построили в самом начале прошлого века с целью подвоза неодушевленных предметов и живых существ поближе к фронту предполагаемой войны с Германией. Финансовую помощь оказывала союзная Россия и Франция. Война очень скоро действительно состоялась. К сожалению, ничего хорошего для России из этой войны не вышло. Сейчас это так называемая малодеятельная железная дорога. Изредка ходят пригородные поезда. Один пассажирский поезд дальнего следования. Кажется, раз в неделю какое-то количество небольших грузовых поездов. Вокруг Тверская область, самая глухая ее часть. Если говорить кратко, это путь среди пустоты. Закопченное оконное стекло. Снег, деревья, серое небо. На этой малодеятельной дороге сохранилось много старых вокзальных и других служебных железнодорожных зданий. Деревянных, красивых, модерн. Поэтому дорогу не закрыли, а наоборот, объявили чем-то вроде железнодорожного заповедника и пустили по ней ретро-поезд. Это очень хорошее решение. Первая остановка. Балагоя-Полоцкая. Просто безлюдное место. Здесь есть красивое вокзальное здание, но его что-то не видно. Видно только, что от главного пути ответвился еще один путь. Пустой и заснеженный. И все. Поезд постоял полминуты и поехал дальше, кряхтя и посвистывая. Потом была еще какая-то остановка. А потом поезд прибыл на станцию Куженкино. Это единственная длинная стоянка поезда на всем пути из Балагова до Осташкова. Полчаса. Здесь паровоз заправляется водой. Ему надо регулярно пить воду, каждые примерно 100 километров или даже чаще. А пассажирам предлагается экскурсия по старинному вокзалу, где воспроизведена обстановка более чем столетней давности. Зал ожидания, буфет, кабинет дежурного и так далее. К этому времени с погодой произошло изменение, которое обычно обозначается словом «распогодилось». Небо перестало быть серым и стало голубым. И восторжествовал жанр мороз и солнце. Белый, абсолютно белый снег, голубое небо, солнце, красивое вокзальное здание, серенькая пятиэтажка, водонапорная башня. Это было прекрасно. Поезд проехал немного вперед, к водяной колонке. Пассажиры в большинстве своем отправились на экскурсию в красивое модернистское здание вокзала. Не пошел на экскурсию. Из-за в целом нелюбви к экскурсиям и из-за необходимости звонить в ковидный госпиталь и узнавать о состоянии здоровья мамы. Занято, 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 занято. Раньше никогда такого не было. Максимум секунд через десять освобождался кто-то из сотрудников колл-центра, а сейчас все время занято. Пассажиры уже употребили экскурсию и потянулись к поезду. Занято, 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 занято. Обе руки уже дико замерзли. Что же это такое? Занято, 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 занято. Зашёл в вагон. В вагоне сигнал мобильной связи вообще не ловится. Ладно. Теперь только из Осташкова получится позвонить. Паровоз снова издал платоновский крик и медленно поехал в сторону Осташкова. Да, движение было либо медленным, либо очень медленным. Наверное, по Балагое-Полоцкой железной дороге нельзя ездить быстро из-за общей хлипкости верхнего строения пути. Кажется, это так называется. Поезд время от времени останавливается среди снегов и деревьев, единственный более или менее крупный населённый пункт Фирова. Там стояли не полминуты и не минуту, а целых три. Очень быстро стало понятно, что проехать по этому пути хотя бы один раз стоит не ради того, чтобы посмотреть на что-то интересное, что-то увидеть, а ради погружения в особое неподвижное состояние. Сидишь в тёплом вагоне, медленно едешь с постоянными небольшими рывками, смотришь в окно или не смотришь, глаза открыты или закрыты, это неважно. Просто ты пребываешь в странном, неподвижном нерваническом состоянии, и тебе постепенно становится всё-всё равно. И даже перестаёшь думать о том, что не дозвонился до ковидного госпиталя, не дозвонился и ладно, потом, потом. А сейчас просто ехать. Нерваническое полусозерцание полудрёма заканчивается. Приехали в Осташков. Ехали ровно три часа. В Осташкове выяснилось, что этот поезд имеет сложную структуру. Это не просто поезд Балагоя, Осташков Балагоя. Всё не так просто. На станции Осташков два вагона отцепляют от паровоза. Паровоз уезжает куда-то далеко вперёд, наверное, снова заправляется водой, а может и углём или просто отдыхает от своей работы. Далее вагоны прицепляются к обычному современному серо-красному тепловозу и продолжают движение в сторону Великих Луг. Уже в качестве не ретро, а обычного пригородного поезда. Где-то через час на станцию Осташков прибывает поезд из Великих Луг. Такие же два зелёных вагона, ведомых тепловозом. Тепловоз отцепляется. Вместо него на вахту снова заступает паровоз, чтобы ехать обратно до Балагова в качестве ретро-поезда. Такая непростая схема.